Плотность питания, по большому счёту, личное дело каждого. Поэтому многие девушки часто отказываются от ужинов, скромничают на обедах и завтраках. Но Екатерина не из них. Катя любит борщ и не стесняется говорить об этом вслух и очень громко. Много народу было. Я разговаривала по телефону с мамой и попросила её, тихо говоря, в трубку. Он сказал ей, мама, я уже прилетела, свари мне борща. Мама не расслышала, она мне ещё раз спрашивает, что у тебя здесь делать? Я говорю, борща и так далее. Я уже, можно сказать, кричала. О том, что любит и не любит Катя, её родной колонны знают многие. Но лучше всех осведомлён Владимир Рубин. Первый тренер Кати. Он Лобушеву на коньки поставил. Подготовки на первом льду нам приходилось проводить именно здесь, на этом месте реки Коломенки. С 6 утра приходилось приходить туда, на эту площадку, брать скребки и расчищать практически в одиночку. И готовиться к занятиям, которые начинались в 8 часов. Естественный лёд заменил конькобежный центр. Детские коньки превратились в профессиональные. Маленькая девочка Катя выросла и стала призёром алипийских игр. А её тренер по-прежнему детский и любимый тренер. Екатерина Лобушева привыкла учиться у всех, кто готов поделиться с ней опытом. День за днём. Наталья Кричишкина, Олег Елисей. Специально для программы «Сборная России». Екатерина Лобушева, спортсменка ответственная. Она к эфирам готовится, как настоящий профессионал. Взяла с собой самое дорогое, наверное, что у вас есть, а может и нет, с точки зрения спорта, конечно. Но конёк это клапскейт или слэпскейт. Как правильно, кстати, как вы зовёте? На английский манер или на голландский? Возьмите левый, а я правый. По-русски манер зовём. По-русски как правильно? Клапы. Клапы. То есть конёк с отрывающейся пяткой. Я впервые в жизни, честно говоря, держу это в руках. Вот мы тут отрываем усиленно. Расскажите в двух словах, зачем это нужно? На самом деле клапы увеличивают просто момент скольжения на льду. Площадь больше, лучше толчок и быстрее бежишь. Соответственно, результаты выше. А говорят, на них неудобно. Нет, в принципе, очень быстро привыкли все. К новым конькам. И сейчас ботинки даже делаются по слепку стопы. То есть это прям... Индивидуально каждый спортсмен себе делает... Это прям лобышевское натуральное. Да, это моя ножка. А из чего сделан ботинок-то? Из карбона. Можно я сниму чехольчик? Они острые? Конечно. Можно порезать? Нет, они сейчас не очень острые. А вы не пробовали их сами точить, Катя? На самом деле, я сама всегда точу себе коньки. И на тренировки, и на соревнованиях. Я не доверяю никому. Только сама. Точите чем? Камнями специальными, которые... То есть вы стоите прям за станком, так и искры высекаете? Я делаю свой станок, свои камни, и сама себе готовлю коньки к старту. Слушайте, ну, наверное, есть сервисмены какие-то в сборной команде, которые должны вам помогать в этом? У нас нет. Это может быть минус в нашей команде. Потому что каждый спортсмен в момент подготовки к соревнованиям не просто настраивается на старт, а еще и готовит коньки. Я, честно говоря, смутно представляю Ани Фризингер или Клаудио Пихштайн, которые сами точат себе коньки. Это суперзвезды мирового конькобежного спорта и сборной Германии. На самом деле, многие спортсмены и знаменитые точат сами себе коньки. Потому что, наверное, можно объяснить только тем, что, естественно, есть небольшое недоверие. Когда сама все-таки точишь, сама проверяешь, это... Ну, понятно. ...успокаивает. Вы довольны тем, как завершился для вас чемпионат Европы в Коломне? В принципе, есть хорошие стороны этого чемпионата. Есть небольшая неудача, которая постигла меня на полуторки. Хорошие. Давайте сначала к хорошим сторонам. Какие они? Ну, хорошая сторона то, что оправдала ожидания и тренеров, и болельщиков. То, что на 500 метров выиграло золото. А насколько котируется малая золотая медаль на чемпионате Европы среди многоборцев-классиков? На самом деле, и у меня даже чувства удовлетворения нет. Потому что это все-таки медаль такая, так скажем, малая. Одно слово «малая» – золотая медаль обо всем говорит. Хочется, конечно, большую медаль. Обратим внимание на экран. Вы в паре ни с кем-нибудь, а со знаменитой голланд Керенбюст. Видели свой забег? Первый раз, честно говоря, смотрю его после чемпионата Европы. Прошло немного совсем времени. И прокомментируйте заодно в первый раз, Катя. На самом деле, эта 500-ка мне удалась, так скажем, удался разгон. Он прошел без сбоев. Ну и поворот, так скажем, отработало. Малый и большой поворот. Переходную прямую. В принципе, хорошо. Здесь, как принято говорить о комбежном спорте, в спину сработали? На самом деле, работала мне спина юст. Я переходила с малой дорожки на большую. Давно коньки не комментировал, видите как? Да. Недостаточно матчасть подготовлена. Но в любом случае, вы у нее выиграли, и это приятно. Это хороший результат на 500 метров? Это новый рекорд всех чемпионатов Европы. То есть быстрее никто не бегал на чемпионатах Европы среди многоборцев? Предыдущий рекорд тоже был моим. Он был равен 39,27 сотых, а сейчас 39,24 сотых. То есть я превзошла свой же рекорд. Объясните, пожалуйста, почему в нашей стране, которая так богата за всю историю советского и российского спорта талантливыми конькобежками, мы так давно не добиваемся успеха в многоборе среди женщин. Как же так? На самом деле, это все идет после того, как у нас в России был забыт этот спорт, не было катков, соответственно, не было специальной подготовки. И я считаю, что просто наша подготовка сама, видимо, неправильная в отношении многоборья. Мы сейчас все-таки делаем акцент на командную гонку. Там, где вы стали призером Олимпийских игр. Да, именно в этой дисциплине. Это новый олимпийский вид. И делаем акцент на эту подготовку, на шесть кругов, что, соответственно, это же не 5000 километров, в которые надо добежать в многоборье. Это совсем другая подготовка. 5000 метров, имеете в виду? Или 5000 километров в общий объем? 5000 надо бежать одной дистанции. Одна дистанция 5000 метров? Да. К ней надо по-другому совсем готовиться. И я считаю, что просто наша подготовка сейчас, видимо, не соответствует многоборью. Но вы не боитесь сейчас, допустим, навлечь на себя гнев тренеров, которые считают, что надо делать вот так, а не иначе? Насколько вы, кстати, вообще, в принципе, советуетесь с ними или даете советы в плане тренировочного процесса? На самом деле, я доверяю тренеру и стараюсь всегда выполнять все, что он говорит. А потом уже с визитом, с самочувствием или с результатами уже начинаем обсуждать и решать проблемы с обща, так скажем. Вот. И я думаю, что сейчас никто на меня не будет в обиде, потому что это ясно, это и понятно, что мы не бежим 3-5 тысяч метров. А когда тогда в нашей стране появятся чемпионки мира и Европы по классическому многоборью? Трудный вопрос. Мы постараемся. С пожеланиями работать, работать и добиваться мы сейчас сделаем небольшую паузу в нашей программе и дальше возвращаемся в эфир сборной России. По-прежнему смотрите программу сборной России, где в гостях призер Олимпийских игр, неоднократные чемпионки Европы.